В зоне прилета аэропорта Шереметьево очень тесно. Полтора десятка телекамер, полсотни встречающих. Родные, друзья и партнеры по команде пришли встретить призеров Олимпиады в Токио. Команды по баскетболу 3 на 3. Мужская и женская сборные взяли серебро. К сожалению, из-за ковидных ограничений в этом году Олимпиада была несколько сокращен на формате и не все члены сборной могли поехать. Соответственно, я оказался одним из тех, кто оказался за бортом, если так можно высказаться, но мы душой и телом были с ребятами, поэтому мы их сейчас встречаем. Подбурные овации баскетболисты скромно появляются в зале. Александр Зуев и Илья Карпенков – выходцы из команды Химки Подмосковья. Станислав Шаров – игрок химкинского клуба «Гагарин». На груди у спортсменов Олимпийское серебро. Вот, вот она медалька, сребленная. Путь мужской сборной по баскетболу 3 на 3 к призовому пьедесталу Олимпиады в Токио напоминает сюжет спортивной драмы. Из-за допингового скандала российских спортсменов именовали сборной Олимпийского комитета России без флага и гимна страны. В групповом этапе команда играла неровно. Одержав победу над Китаем, Японией и Латвией и проиграв Нидерландом, Бельгией, Польшей и Сербии, российские баскетболисты с трудом вышли в четвертьфинал. Но уже в плей-офф одержали победу над командами, которым уступили в группе Нидерландов со счетом 21-19 и Сербию, которая на тот момент не проиграла ни одной встречи, 21-10. В финале, который начался спустя всего три часа, сборная ОКР всю игру сдерживала сборную Латвии. Лишь на последних минутах сказалась усталость и заключительная атака осталась с золотышами 18-21. По словам наставника сборной Владимира Агабабьяна, тренера Химкинского клуба «Гагарин», команда готовилась к турниру 3,5 года. Программу минимум они выполнили. Мы туда ехали за медалями, это минимум была задача, но, естественно, должны были выигрывать. Чуть не повезло, немножко обидно. Есть ощущение, что работать чуть не доделали, но все равно приятно. Спортсмен номер один в российском рейтинге баскетбола 3 на 3, выходец из команды Химки Подмосковья Александр Зуев говорит, что неудачи в начале турнира только укрепили боевой дух команды. Мы не ссорились после поражения, всегда были вместе, поддерживали. Плюс у нас фантастическая поддержка была, нам все писали, парни, не расстраивайтесь, когда выигрывали, писали, молодцы, давайте, давайте, мы вас верим. И благодаря всем, все, кто до этого с нами работал, все помогали и смогли выйти в финал. В финал вышла и женская сборная по баскетболу 3 на 3, но уступила американцам со счетом 15-18. Обе российские команды уже вписали себя в историю, ведь баскетбол 3 на 3 впервые представлен на Олимпийских играх. А для спортсменки Анастасии Лугуновой этот день был счастливым вдвойне. Прямо в аэропорту ее молодой человек предложил связать друг друга семейными узами. Я угадал с размера. Александр Сергеев, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.